Баклажан Существует большое разнообразие баклажанов разных размеров, форм и цветов. Опыление. Цветки баклажана обои полые, самооплодотворяемые. То есть мужские и женские органы присутствуют в одном цветке и совместимы друг с другом. Их называют автогаммными. Однако могут происходить и межсортовые скрещивания. Их частота варьируется в зависимости от условий окружающей среды и количества насекомых опылителей. Если растения защищены от ветра, их можно регулярно встряхивать во время цветения, чтобы способствовать оплодотворению. Чтобы избежать нежелательных скрещиваний, два сорта баклажанов нужно выращивать на расстоянии 100 метров друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 50 метров, если есть такой естественный барьер, как живая изгородь. В условиях тропического климата необходимы расстояния до 1 километра. Можно использовать и механическую изоляцию противомоскитной сеткой. Смотрите модуль о техниках изоляции в разделе «Основы семеноводства». Жизненный цикл Семенное растение баклажанов выращивают так же, как и баклажаны, предназначенные для потребления в пищу. Для сохранения высокого генетического разнообразия необходимо вырастить от 6 до 12 растений каждого сорта. Баклажан – это растение, для роста которого требуется много тепла. Дату посева в питомнике адаптируют в зависимости от даты посадки в открытый грунт. С момента цветения цветка требуется от 60 до 100 дней, в зависимости от сорта, чтобы получить плод, готовый к употреблению. Но будьте осторожны, на этом этапе семена баклажана еще не созрели. Отбор семян баклажана производится со здоровых растений, которые наблюдались на протяжении всего периода роста и соответствуют искомым критериям отбора. Для растений мы отдадим предпочтение регулярному и энергичному росту, обильному цветению, хорошему плодоношению, хорошей устойчивости к холодам. Для плодов отбираем по лучшему вкусу, типичной форме сорта, размеру, цвету мякоти и кожуры, отсутствие горечи в плодах или по толщине кожуры. Нужно избегать селекции из уже собранных баклажанов, не зная родительских растений, поскольку они не позволяют узнать все характеристики, связанные с ростом сорта. Воздержитесь от сбора урожая с больных растений. Плоды полной зрелости становятся мягкими и меняют цвет. Белые баклажаны желтеют, фиолетовые становятся коричневыми. Если плоды не успели созреть, их можно оставить доходить в небольших ящиках при умеренной температуре. Извлечение, сортировка и хранение семян Чтобы извлечь семена баклажана, выбирают очень спелые плоды, но не ферментированные. Есть два метода извлечения семян. Для небольшого количества собираемых семян разрежьте баклажаны на четыре части и извлеките их с помощью ножа. Для более внушительного сбора семян очистите плоды от кожуры, нарежьте на кусочки, положите в емкость с водой. Затем несколько секунд перемешайте в блендере. Хорошие семена осядут на дно емкости. Затем с помощью сита удалите слой, содержащий мякоть, остатки кожуры и пустые семена. Собранные семена промойте в сите под струей воды. Для этого поместите их на сито с мелкой сеткой или на плоскую тарелку в сухом, теплом 23-30 градусов по Цельсию и проветриваемом, то есть вентилируемом месте. При небольшом количестве семян их можно высушить в кофейных фильтрах, которые имеют очень хорошие абсорбирующие свойства и к которым семена не прилипают. На один фильтр используйте максимум одну чайную ложку семян. Затем повесьте эти пакеты на сушилку в сухом, проветриваемом и затененном месте. Укажите на этикетке год производства, вид и название сорта и поместите этикетку в пакетик с семенами. Иногда случается, что надпись на внешней стороне пакетика стирается. Несколько дней в морозильной камере и личинки паразитов будут ликвидированы. Всхожий семян баклажана составляет не менее 3-6 лет. Чтобы продлить этот период, семена можно хранить в морозильной камере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова